Второе мая 1945 года. Последние дни войны на европейском континенте. Красная армия штурмом берет Берлин. 7 мая нацистская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. Но Вторая мировая война на этом не закончилась. В Азии и на Тихом океане ожесточенные бои с союзниками вели войска Японской империи. 9 августа советские войска атаковали японцев в Северном Китае. Результаты нашей операции ошеломили весь мир. Миллионная Квантунская армия была разгромлена за три недели. Это наступление стало последней военной операцией Второй мировой войны. Ее до сих пор изучают в военных академиях как образец быстро проведенной операции на гигантские клеща. В Маньчжурии Красная армия окружила и взяла в плен 640 тысяч японских солдат. 2 сентября 1945 года японское командование подписало акт о капитуляции. Вместо полутора, двух или пяти семи лет, как Маккартов считал, без нас, закончилась война буквально за три недели. Как советским войскам удалось разгромить самую сильную армию Азии? На каких условиях капитулировала Япония? И как жители Маньчжурии встречали красноармейцев? «Манкартов» Китай. Город Далянь. Сегодня это крупный деловой и коммерческий центр Восточной Азии. В городе проживает свыше 6 миллионов человек. Далянь расположен на юге Ляодунского полуострова и с трех сторон омывается водами Желтого моря. По китайским меркам Далянь имеет сравнительно недолгую историю. Он был основан русскими поселенцами в конце 19 века как конечная станция китайско-восточной железной дороги. В 1905 году по итогам русско-японской войны город был передан Японии. Последующие 40 лет здесь хозяйничали японские милитаристы. Во время Второй мировой войны они полностью разграбили захваченные китайские территории. Большая часть местных жителей была обращена в рабство или уничтожена самыми жестокими способами. Здесь, на территории северо-восточного Китая, японцы испытывали бактериологическое оружие, заражали людей чумой, холерой, сибирской язвой и другими смертельно опасными заболеваниями. Конец этому кошмару положило освобождение Даляня и всего Северного Китая советскими войсками в 1945 году. Так закончилась эпоха национального унижения китайского народа. Советский Союз первым послал свои войска на северо-восток Китая в конце войны и победил японскую Квантунскую армию. Советская помощь сыграла огромную роль в достижении победы над Японией. Мы, китайцы, никогда не забудем тех, кто помогал нашей стране победить японцев. В ходе освобождения Северного Китая от японцев погибло более 12 тысяч советских солдат и офицеров. Сегодня на территории Китая бережно сохраняются 58 наших воинских захоронений. Одно из них находится в местечке Люйшунь, в 40 километрах от Даляня. Это самое большое захоронение воинов Красной Армии на территории Восточной Азии. Здесь похоронено более двух тысяч наших моряков, летчиков, пехотинцев и десантников. Житель Люйшуня Джандасянь часто приходит сюда, чтобы вспомнить тех, кто освободил его родину. Джану было всего пять лет, когда в его родном селе, недалеко от Даляня, появились советские солдаты. Советские солдаты были очень дружелюбны к нам. Они пытались разговаривать со мной на непонятном мне языке. Позднее я приехал на это кладбище, чтобы вспомнить наших освободителей. Я многое узнал об их подвиге. Когда я увидел собственными глазами, как много советских солдат отдали свои жизни ради освобождения китайского народа, я был очень впечатлен. Я думаю, что дружба между Россией и Китаем у нас в крови, и мы должны ее беречь. Мы постараемся передать ее нашим потомкам. Военно-политический конфликт между Россией и Японией возник задолго до начала Второй мировой войны. В 1904 году японский флот напал на русскую эскадру в порт Артуре. Кровопролитная война продолжалась более года. После разгрома русского флота в Цусимском проливе, правительство Николая II подписало с Японией портсмутский мирный договор, лишивший нашу страну влияния в дальневосточном регионе. Мы понесли поражение и потеряли на тот период аренду в порт Артура, в Даляне, в Южноманчжурскую железную дорогу. Потеряли свое влияние в Корее. И, конечно, что самое, наверное, обидное – это Южный Сахалин. Когда у нас свершилась революция и гражданская война, японцы высадились непосредственно на нашем Дальнем Востоке. Ну, вот 150 тысяч японских войск было в нашем Приморье и в целом на Дальнем Востоке. Это огромная группировка, больше, чем у американцев, намного. Японцы там проводили действительно оккупационную политику. Ну, грубо говоря, грабили. К середине 1920-х годов Япония становится одной из самых богатых и милитаризованных азиатских держав. Здесь был силен культ войны и военного человека. По уровню подготовки и оснащения техникой японские войска не уступали многим европейским армиям того времени. Японии нужны были территории и ресурсы, которых на японских островах не хватало. Правительство в Токио взяло курс на создание колониальной империи, экономика которой должна быть построена на покорении и ограблении соседних народов. Ну, это действительно было милитаристское государство, и в конце 1920-х годов к власти пришли военные. Достаточно сказать, что премьер-министром, министром иностранных дел и колоний был генерал Танако, который участвовал в японской русской войне в 1945-1945 годах. Так вот, в 1927 году был подготовлен для императора меморандум Танаки, или прогрессивной политики. Там ставилась задача захватить Китай, причем планировалось это где-то за два-три месяца сделать, затем развернуть наступление в сторону Монголии, перерезать территорию Монголии, границу Советского Союза, выйти к Байкалу, и тем самым восточную часть от нас отобрать. Осенью 1931 года японские войска вторглись на территорию Северного Китая. В Маньчжурии японцы объявили о воссоздании Маньчжурской империи – Маньчжоу-го, во главе которой захватчики поставили свергнутого китайского императора Пу-И. Здесь же разместилась самая многочисленная группировка японских вооруженных сил, так называемая «Квантунская армия», которая в разные годы насчитывала от 200 тысяч до полутора миллионов человек. С помощью этих войск японское командование планировало оккупировать советский Дальний Восток и дойти до Урала. Это аннексия, по сути дела, китайской территории. Привезли Пу-И старого прежнего императора Китая, который в 12-м году был изгнан. Посадили на трон, но фактически всем управляли японский генералитет, командование Квантунской армии, которая быстро росла. Сначала это было где-то 200-300 тысяч войск, а потом это стала Квантунская группировка войск. Главным союзником Японской империи в Европе стала нацистская Германия. У обоих режимов был общий враг – Советский Союз, войну с которым в Берлине и Токио считали неизбежной. Осенью 1936 года японцы заключили с Гитлером договор, известный как Антикоминтерновский пакт. В нем оба режима обязались вести беспощадную борьбу с коммунистическим интернационалом и поддерживать друг друга в установлении мировой гегемонии. В 1937 году к этому договору присоединилась фашистская Италия, а в 1940 году – прояпонский режим Маньчжоуго. И потом возникло вот этот три партии, пакт, что называется, пакт трех держав – Германия, Италия, Япония. И они стали делить сферы интересов. То есть Германия – это Европа, Италия – это район Средиземного моря, Африка, а Япония – это Великая Восточная Азия, где Япония должна править. Что касается Советского Союза, ну, до Урала. Вот с Востока до Урала – это японская сфера влияния, с Запада до Урала – это германская. В конце концов, вот так они стали делить мир. Мы были готовы, мы знали об этом меморандуме Танаки, и разведка доложила точно, что есть такой вариант агрессии против Советского Союза. И нам, конечно, нельзя было допустить эту агрессию, учитывая то, что к этому времени уже и на Западе Гитлер пришел к власти в 1933 году, и намерения его были абсолютно тоже ясные. Здесь меморанд Танаки, там планы близкрига Гитлера, и нам нельзя было допустить войны на два фронта. В 1937 году японская армия вторглась в прибрежные провинции Центрального Китая. В это время в Токио рассматривалось два плана ведения войны. Первый предусматривал дальнейшее движение на юг, окончательный захват Китая и островов в Тихом океане. Второй план предполагал быстрый разгром Красной Армии и оккупацию Советского Дальнего Востока. Чтобы оценить возможности наступления в Маньчжурии, японцы начали совершать провокации на советско-корейской границе. Крупнейшая из них состоялась вблизи озера Хасан летом 1938 года. Тогда советские пограничники сумели отбить нападение японцев. В бою погибло свыше 700 наших солдат. Дальше японцы стали опять прощупывать наши силы, но уже на территории Монголии. С Монголией у нас был договор об взаимопомощи. Мы обязались, что будем охранять территорию Монголии как свою собственную. Японцы специально хотели провести вот эту провокацию. Было специально отдано распоряжение непосредственно фронтовым командирам непосредственно перед Монголией. Железная дорога продвинутая, чтобы прощупать наберение Советского Союза, как он будет обороняться, а по возможности через Монголию выйти к нашему Забайкалью, перерезать нашу Транссибирскую дорогу и оказать тем самым давление на нас и, возможно, на Соединенные Штаты Америки. Вот посмотрите, мы японцы, да, вот не трогай нас. И в конце концов, это Сибирь, Дальний Восток, это ресурсы, которые нужны были Японии для войны. 11 мая 1939 года японские войска, имея трехкратное превосходство в живой силе и военной технике, атаковали монгольских пограничников в районе реки Халхингол. Прибывшие на помощь монголам советские войска вступили в ожесточенный бой и вынудили японцев отступить. В этом бою нашими частями командовал молодой советский генерал Георгий Жуков. Разведка доложила ему, что японцы стянули к Халхинголу огромную армию, наступление которой было запланировано на 24 августа. Жуков принял решение первым нанести удар. И Жуков в воскресенье, когда японцы готовились к будущему наступлению 24 числа, решили отдохнуть, расслабиться. Вот в это время Жуков нанес удар, окружив всю группировку, которая находилась на монгольской территории, почти все японские войска были уничтожены. Японцы там потеряли десятки тысяч человек. Они потом трупы собирали, да, своих солдат после военных действий. Это было для них шоком. Наряду с заключением тогда советско-германского договора, это было шоком для японского правительства. То есть под Халхинголом понесли поражение, плюс Германия, их союзник, с Советским Союзом заключили договор. Это события, да, которые, фактически, привели к отставке японского правительства, саму ушел в отставку. И когда дальше в японских штабах стали разрабатываться дальнейшие планы, у них стали брать после Халхингола вверх все-таки те люди, которые в Японии думали о наступлении на южное направление. То есть против колонии Голландии, Великобритании, против Соединенных Штатов Америки. События на Халхинголе все-таки понудили Японию. Мы должны в апреле 41-го года заключить с нами пакт о нейтралитете. 12 апреля 1941 года в Москву на переговоры приехал министр иностранных дел Японии Йосуке Мацуока. На следующий день в Кремле в присутствии Сталина был подписан советско-японский договор о нейтралитете сроком на 5 лет. Страны обязались не нападать друг на друга в случае военного конфликта с любой третьей державой. Этот договор стал мировой сенсацией. Военные планы Японии теперь существенно изменились. Был такой очень интересный план, предложенный японцами. Создать четырехсторонний блок, в который, кроме Германии, Италии и Японии, должен был войти в Советский Союз. Сталин вел переговоры эти через Молотова, тянул, условия ставил разные. Гитлер понял, что ничего из этого не получится, Сталин просто вводит за нос его. И в результате этот блок четырех не состоялся. Он и не мог состояться, но вот и такое было. И японцы посчитали, что в этой ситуации все-таки надо обезопасить границы свои, Китай, Манчжурии, заключив какой-то более-менее реальный договор с Советским Союзом. И нам тоже это было выгодно. Мы знали о угрозе на Западе, и мы пошли на подписание в апреле 1941 года. Канун войны уже мы знали, что это будет. 22 июня 1941 года Германия напала на СССР. К концу лета вермахт оккупировал большую часть Украины, Белоруссии и Прибалтики. В сентябре немцы взяли Смоленск и вышли на прямую дорогу к Москве. Советское командование до последнего не решалось перебросить войска с Дальнего Востока для защиты столицы. В это тяжелое время Япония могла напасть на Советский Союз в любой момент. В Японии стал разрабатываться вот этот план, знаменитый Канте-Куэн. Особые маневры квантунской армии, которые предусматривали, ну, такую, знаете, стратегию спелой хурмы. То есть Советский Союз, который несет поражение в войне с Германией, он упадет как спелая хурма, и Япония его подходит. То есть, грубо говоря, после того, как немцы займут Москву, Япония выступает на наших границах, да, и захватывает Дальний Восток, Сибирь, и выходит на запад страны. Мы вынуждены были всю Великую Отечественную войну содержать там огромные группировки войск, вот наши на Дальнем Востоке. Это от 15 до 30 процентов всех наших вооруженных сил, которые были тогда в Советском Союзе. Шутка сказать, во время московской битвы танков на Дальнем Востоке, наших танков советских, было даже больше, чем участвовало в контрнаступлении под Москвой. Вот такие факты. А это ведь силы, ресурсы, они как бы хорошо помогли бы нам во время контрнаступления под Москвой, во время Сталинградской битвы. На протяжении всей войны Гитлер не оставлял попыток склонить Японию к нападению на Советский Союз. В 1942 году он специально пригласил японского посла в Берлине генерала Осиму совершить поездку по оккупированным территориям СССР. Это было сделано не только для того, чтобы подтолкнуть Японию к вступлению в войну против Советского Союза, но и продемонстрировать азиатскому союзнику успехи Германии по освоению захваченных ресурсов и территорий. Посетив предприятия Одессы, Николаева, Мариуполя, Севастополя, Ростова-на-Дону и Киева, Осима написал отчет в Токио, где выразил уверенность в скорой победе Германии над Советским Союзом. Немцы ему показывали, вот мы сейчас Сталинград, Кавказ возьмем, потом возьмем Москву, давайте японцы поскорее выступайте. Осима думал. И когда окончательно мы немцев переломили под Сталинградом, у японцев здесь уже все. Выступать не стоит, да, Советский Союз, он переломил ход войны. Тем не менее, Япония все это время совершала провокацию. Топила наши суда, осматривала суда, ведь один из основных грузопотоков по Лент-Лизу шел из Соединенных Штатов Америки через Тихий океан в нашу Дальневосточную порту. Японцы их задерживали. Как это так? Это все нарушало договор о нейтралитете, наше соглашение. И понятно, что дальше мы терпеть такое не могли. Тем более, Рузвельт попросил помощи в войне с Японией у Сталина сразу после нападения Японии на Пёрл-Харбор. За годы войны Рузвельт неоднократно просил Сталина открыть второй фронт против Японии. В феврале 1945 года на Ялтинской конференции Сталин пообещал американскому президенту, что советские войска атакуют японцев Маньчжурии через два или три месяца после окончания войны в Европе. В ответ Рузвельт дал Сталину согласие на то, что после войны СССР сможет вернуть в свой состав Южный Сахалин и Курильские острова. Для американцев это было очень важно тогда, потому что они понимали, ведется война на Тихом океане очень тяжелая. Ведь Япония, когда начала наступать в южном направлении, наступала очень успешно. Ну, мало сказать, что фактически большая часть американского флота была потоплена в Пёрл-Харбор. Дальше Филиппины, дальше Сингапур, капитуляция английского гарнизона. Всё это вот на глазах. Японцы выходили уже к Австралии. Что дальше? И Рузвельт это прекрасно понимал. И ему страшно нужна была поддержка Советского Союза. Потом уже американские военные стали рассчитывать, а сколько американцы потеряют, если будут штурмовать саму метрополию, то есть японские основные острова. Более миллиона человек погибшими, они считали. Война продлится либо до 46-го, либо до 47-го года. И наше заявление вначале в Тегеране, а потом в Ялте уже секретное соглашение было о том, что мы вступим в войну в Японии спустя 2-3 месяца после окончания войны в Европе. Для американцев это была мама небесная. К концу войны на Тихом океане американцы встали перед вопросом штурма упорно обороняемых, даже фанатично обороняемых островов Японии. Американцы понимали, что борьба за метрополию будет долгой, кровавой, даже если бросать атомные бомбы. И здесь выступал на сцену очень важный экономический фактор. Если Советский Союз бьет по Маньчжурии, где сосредоточены промышленные мощности Японии, то тем самым из рук японцев выбивается последняя ресурсная база. Американцы очень настаивали, шли на многочисленные, на самом деле, уступки на переговоры, в том числе в Ялте, именно для того, чтобы Красная Армия вступила в сражение и сделала, так сказать, шаг и марта. К лету 1945 года Квантунская армия Японии была самым крупным и хорошо подготовленным военным формированием в Азии. Ее возглавлял генерал Ямада Атодзо. Для усиления Квантунских дивизий в Маньчжурию были переброшены японские войска из Южного Китая. Их поддерживала армия Маньчжоу-Го и коллаборационистские войска внутренней Монголии. Общая численность японских сил на Дальнем Востоке превышала 1 миллион 300 тысяч человек. На вооружении Квантунской армии числилось 1215 танков и 1907 самолетов. При армии Атодзо была бригада специального назначения – смертников Камикадзе. Вблизи советской границы было оборудовано 17 укрепленных районов общей протяженностью в тысячу километров. Противником Красной армии была, так называемая, Квантунская армия. Здесь надо понимать, что понятие армия, оно обозначает то, что в советской терминологии разумнее назвать фронтом или даже направлением, поскольку в состав Квантунской армии входили, в свою очередь, армии. Постоянно шло обучение новобранцев. По состоянию на август 45-го года это был такой конгломерат старых и новых частей. Тем не менее достаточно боеспособные. Более того, японцы вполне себе с энтузиазмом смотрели в будущее и считали, что они могут разгромить вторгшиеся к ним советские войска, если таковые вдруг придут. В июне 1945 года крупные силы Квантунской армии заняли укрепленные районы вблизи советской и монгольской границы. Здесь японцы рассчитывали задержать продвижение Красной армии. Главные силы японцев, сосредоточенные в центральных районах Маньчжурии, должны были вынудить советские войска перейти к обороне, а затем совместно с подошедшими японскими резервами из Китая и Кореи отбросить их назад и вторгнуться на территорию СССР. В чем была идея? Пройдя через укрепрайоны, Красная армия понесет потери, выйдет на равнину и тут на нее напрыгнет Квантунскую армию и нанесет поражение в решающем сражении, как это было в русско-японской войне. Японцы забыли, что Красная армия – это все же не русско-императорская армия, висевшая на тонкой нитке Транссиба. С тех пор очень многое изменилось, начиная от Транссиба и заканчивая армией и ее возможности. Переброска советских войск на Дальний Восток началась сразу после окончания войны с Германией. Эшелоны с солдатами, боевой техникой и боеприпасами преодолели по Транссибирской магистрали свыше 10 тысяч километров. К августу на границе с Маньчжурией находилось полтора миллиона советских солдат, пять с половиной тысяч танков и около пяти тысяч самолетов. Главнокомандующим этой огромной армией был назначен маршал Советского Союза Александр Василевский. Его специально назначили командовать, потому что он имел опыт командования группы фронтов на советско-германском фронте. Но вот он столкнулся с такой ситуацией, ведь наши войска на Дальнем Востоке всю войну там простояли, отражали вот эти диверсии японские, да, но они рвались в бой, им хотелось, да, их не посылали. Часто они заявления командира писали, пошлите меня на советско-германский фронт, мы отказывались, ты здесь нужен. Но они думали, вот, наконец, война, да, и вот я буду командовать дивизией, либо полком. А часто и заменяли. Более опытных, которые имели опыт советско-германской войны, ставили на командование полком, дивизией. Как это так? Многие просто не понимали, да, то есть для них это была огромная обида. Но с другой стороны, это все-таки верно, наверное, было со стороны нашего команды. Ты имеешь опыт, ты знаешь, как более сильного врага громить Германию, ты знаешь, как действовать в нестандартной обстановке, ты понюхал пороху, да, ты в кураже определенный, ведь они с орденами все приезжали, с медалями, если посмотреть там на наших солдат, матросов, да, они победители, да, и а что тут Япония сейчас, мы дадим. Советский план предполагал окружение врага путем одновременного наступления армии вглубь Маньчжурии с территории Монголии и Советского Приморья. Войскам предстояло пройти огромное расстояние в условиях пустынной и засушливой местности. Операцию тщательно готовили. На границу свезли тысячи тонн горючего, шестимесячный запас продовольствия и фуража. Для обеспечения войск водой за короткий срок было вырыто более тысячи колодцев, развернут 61 пункт водоснабжения. Это позволило нашим войскам преодолеть пустыню Гоби, что, по мнению японцев, было невозможно. Конечно, нашим фронтам приходилось преодолевать самые сложные условия ландшафта. Ведь это степь, пустыня, полупустыня, горы, болото, тайга. Это все на одном театре военных действий. И здесь надо было умело преодолевать и местность, и форты, которые построила Япония на нашей границе. Там несколько укрепленных районов было. Было принято решение начать наступление без артиллерийской подготовки, для того, чтобы это было неожиданно для японцев. Советские войска перешли в наступление по всем фронтам. С севера танковые колонны Красной Армии пробивались в Маньчжурию через горы Малого Хингана. На востоке войска 1-го Дальневосточного фронта, при поддержке Амурской флотилии, форсировали реки Амур и Уссури. Пройдя через густые приморские леса, наши части начали штурм укрепленного района Хутоу, который японцы строили пять лет и считали неприступным. На каждый километр японских укреплений было около 30 артиллерийских и пулеметных дотов. При штурме Хутоу всего за несколько дней погибло более тысячи красноармейцев. На третий день боев Красная Армия прорвала оборону японцев в районах Хэйхэ и Фудзиня и подошла к пригородам Харбин. Когда сопротивление японских огневых точек было подавлено, в бой пошли камикадзе, которые подкрадывались к группам советских солдат и подрывали себя среди них. На подступах к городу Муданьцзяну 200 смертников, укрывшись в густой траве, попытались преградить путь советским танкам. Отчаянное сопротивление японцев было подавлено только к 19 августа, когда Красная Армия вышла на подступы к Гирину и Корейской границе, окончательно отрезав сообщение Квантунской армии с японскими островами. Укрепрайон, который был таким щитом от Приморья, был прорван, причем в таких достаточно суровых условиях, условиях плотного дождя, то есть хлынули дожди и проскочили сразу, во-первых, эти укрепрайоны на уровне ночной атаки, штурмовыми действиями отработанными. Отправили в каждый район своих специалистов. То есть Забайкалье – это специалисты по горной войне, а в Приморье отправились те, кто штурмовал в Восточную Пруссию. И вот эти вот специалисты, каждый в своей области, справились с задачей, то есть быстрый прорыв на равнину, который делал капитуляцию практически предрешенной. Потому что уже шансов выиграть вот эту войну на равнине у Квантунской армии не было. Она как бы рассекалась на несколько частей, расчленялась, и дальше был вопрос только в том, как быстро ее уничтожат, опять же, условия гладкой местности. Навстречу Дальневосточным фронтам с территории Монголии вышли войска Забайкальского фронта. Путь в центральную Маньчжурию проходил через пустыню Гоби и скалистые горы Большого Хингана. Танки и автомобильные колонны двигались по заболоченным долинам горных рек и крутым склонам сопок, доходящим до 30 градусов. Советским саперам приходилось расширять дороги при помощи направленных взрывов. Этот сложнейший участок пути, длиной в несколько сот километров, передовые части Красной армии преодолели всего за двое суток. Обнаружив японских солдат, колонны даже не сбавляли ход, уничтожая противника специальными штурмовыми отрядами. Уже 11 августа советские танки вышли на Маньчжурскую равнину и подошли к городам Мукден и Чанчунь, отрезав Вантунскую армию от японских резервов в Северном Китае. Вот до 14 августа мы прошли на некоторых направлениях, навстречу друг друга за Байкальский фронт и 1-й Дальневосточный, 400 километров, преодолевая вот эти холмы, Хинган большой. Шутка ли сказать, да, вот не хватало уже горючего, да, и необходимо продвигаться вперед. Создавали танковую группу, сливали весь бензин в эти танки и двигали вперед. И самолетами потом уже подбрасывали горючее, что как можно быстрее продвигаться. Для японцев это полная неожиданность. Основным фактором была внезапность в плане преодоления препятствий. Здесь важную роль сыграли действия из-за Байкалья. Специально направили туда те же войска, которые действовали в Венгрии и в Австрии. В том числе 6-я гвардейская танковая армия, которая с 44-го года действовала в условиях гористой местности. И сумели проскочить через огромные пространства Гоби и Хинган, выйти, устанавливать с неожиданной стороны крупными силами на равнине. И здесь уже японцы не могли потягаться на равных. На них была ситуация, что на них выходит крупное механизмное соединение, обладающее куда большими возможностями. 19 августа в крупных городах Центральной Маньчжурии был высажен советский воздушный десант. Перед бойцами была поставлена задача занять аэродромы, железнодорожные станции и арсеналы, перерезать связь и не дать японскому командованию покинуть осажденные города. Десантные отряды обезвреживали небольшие группы японских солдат и не вступали в бой с крупными группировками до подхода основных сил. На аэродроме Мугдена группа советских десантников под командованием Александра Притулы взяла в плен 20 японских генералов и правителя Маньчжоуго Пу-И. Когда красноармейцы появились на летном поле, его самолет готовился к взлету. Пу-И был немедленно задержан и под охраной отправлен в Хабаровск. Впоследствии он будет передан китайским властям и помилован по личному распоряжению Мао Цзэдуна. Последний император Китая из династии Цин закончит свою жизнь, работая архивариусом в пекинской библиотеке. Стремительное наступление Красной Армии стало полной неожиданностью для японского командования. 14 августа 1945 года император Хирохито обратился к нации по радио и призвал японские войска капитулировать. Узнав об этом, командующий Квантунской армией генерал Атодзе приказал своим солдатам сложить оружие. Однако не все части получили этот приказ. И когда 14 августа императорское правительство все-таки вынуждено было объявить о капитуляции, войска Манчжурской группировки, Квантунской армии, более миллионной группировки, этот приказ не поступил. То есть продолжали сражаться. Было специальное заявление нашего генштаба, что мы продолжаем боевые действия, поскольку не капитулирует пока японская армия. И до 19 августа мы вели эти наступательные бои, продвинулся на 600 и более километров. В дни маньчжурских боев советский Тихоокеанский флот вышел в Японское море, блокировал вражеские базы и перерезал коммуникации, связывавшие Корею и Маньчжурию с японскими островами. 11 августа советская морская пехота высадилась в портах Южного Сахалина, а спустя неделю на островах Курильской гряды. К этому времени, 18 числа, наши войска начали освобождение Южного Сахалина. Удалось ликвидировать укрепрайон японский, очень мощный, ну и развернуть наступление уже в сторону Таяхара, столицы Южного Сахалина. И ликвидировать 30-ти тысячную воркеровку японских войск на Сахалине. К сентябрю советские войска освободили 56 островов. В плен попали 50 тысяч японцев. 15 августа советский десант высадился в порту Сайсин на севере Кореи. Отсекая Корею, мы сам делали Квантунскую армию окруженной. И на фоне всего этого предпринята была еще одна операция по выступлению на Курейскую острова. Их занятия, причем самим небольшими силами, и один из японских генералов даже был на грани того, чтобы слышать характери, когда узнал, что его взяли войска в три раза меньше, чем его силы. То есть его взяла одна дивизия, 8 тысяч человек, у него было 24 тысячи человек. К 20 августа советские войска завершили окружение основных сил Квантунской армии. За 11 дней боев японцы потеряли убитыми 84 тысячи человек. Столь быстрый разгром самой мощной азиатской армии стал мировой сенсацией. Этот внезапный удар, даже казалось непобедимым, японские войска привели в шок замешательство. И то, что в плен сдалось 640 тысяч японско-манчжурских войск, из них, кстати, 600 тысяч японской национальности. Это военнослужащие хваленной японской армии. Но не потому, что они тросы, а потому, что действительно настолько мощно и эффективно была проведена манчжурская стратегическая операция, что деваться им было просто некуда. В результате, вместо полутора, двух или пяти семи лет, как Маккартов считал, без нас, закончилась война буквально за три недели. Поэтому вступление Советского Союза в войну с Японией, конечно, приветствовалось активно нашими союзниками и было в наших интересах, потому что нам нужно было все-таки ликвидировать окончательную угрозу со стороны Японии. Показать ей, что мы не только поможем нашим союзникам, китайцам в первую очередь, монголам, но и вернем некогда на мясо военной территории. Это Южная Сахалина, Курильские острова, что в принципе и сделали. И надо сказать, что условия, которые мы поставили перед союзниками, это было возвращение нам Южного Сахалина, аренды порта Артуре и передачи Курильских островов. Американцы, англичане, да-да, конечно, все, никаких возражений. И понятно то, что мы возвращали свое, и мы помогали прежде всего союзникам и Китаю. Как торжественно нас китайцы встречали цвета, забрасывали. Благодарности писали. Причем это не коммунисты, а это официальное гомендановское правительство. То, что вы освободители. И это действительно была армия освободителей, которая в считанные дни разгромила вот эту огромную группировку японскую и принесла победу. С приходом Красной Армии закончился 14-летний период японской оккупации Северного Китая. В разоренных японцами китайских деревнях не осталось даже еды. Советский Союз оказал Китаю первую гуманитарную помощь. Вспоминает жительница Льюишуня Дзя Судьжэнь, которой было 12 лет, когда советские войска освободили ее родной город. Русские солдаты обеспечивали нас разными товарами. Они давали нам хлеб, муку, рис и картофель. Благодаря этой помощи наша семья из 10 человек жила достаточно хорошо. Я никогда этого не забуду. И они помогали не только нам. Можно сказать, что спасли весь наш город. Никто не голодал. За это мы до сих пор им очень благодарны. Накануне советского наступления в Маньчжурии американцы сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Взрывы были такой силы, что в одной только Хиросиме была уничтожена половина городских зданий. На расстоянии километра от места падения бомбы все живое погибло мгновенно. Жертвами атаки стали по меньшей мере 100 тысяч человек. Согласно официальной версии Вашингтона, главная цель ядерного удара состояла в том, чтобы окончательно деморализовать японское общество и принудить Токио к капитуляции. Сброс бомб на Хиросиму и Нагасаки был, безусловно, демонстрацией эффекта нового оружия. Специально выбирали объект. Поясню, в чем дело. Хиросима находится в такой, как бы, в чаше из рельефа Гористова. И, кроме того, много деревянных построек. И бомба, сравнительно небольшой, на самом деле, по нынешним меркам мощности, давала оглушительный эффект. Это одно из самых страшных решений, которое было принято вообще в мировую историю. Тем самым была открыта вот эта ядерная эра. Американцы могли бы сбросить, если уж испытали, на какой-то необитаемый остров. Но они намеренно это сбросили на японские города, в которых жило огромное количество ни в чем неповинных жителей. Это дети, женщины, для того, чтобы показать прежде всего Советскому Союзу. Как Трумэн говорил, «Теперь у нас есть дубинка для этих русских парней». Показать Советскому Союзу, что с ним будет, если он не будет следовать в фарватере замыслов Соединенных Штатов Америки. Не уступит им дети. То есть это была дубинка, прежде всего, для Советского Союза, не для Японии. На самом деле, если смотреть на документы американского командования, черным по белому, там написано о том, что именно ядерные вот эти удары не оказали решающего воздействия на решение японского правительства на капитуляцию. Лишь после вступления в войну с Советского Союза 9 августа, после объявления войны, именно вот этот эффект оказал решающее значение. 2 сентября 1945 года в 9 часов утра на борту американского линкора «Миссури», стоявшего на рейде в Токийском заливе, был подписан акт о капитуляции Японской империи. Так закончилась Вторая мировая война. В 1951 году в Сан-Франциско Соединенные Штаты Америки и их союзники подписали мирный договор с Японией. В этом документе японское правительство навсегда отказалось от любых притязаний на Южный Сахалин и Курильские острова. Однако статус этих территорий в договоре так и не был определен. Вопреки обещаниям, которые Рузвельт дал Сталину на Ялкинской конференции, американцы не признали Курилы частью СССР. Советская делегация отказалась подписать этот документ. Мирный договор России с Японией не заключен по сей день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова